Михаил Литвинцев попал за решетку, едва ему исполнилось 14. Осудили сразу по нескольким статьям. Хищение и перевозка оружия и кражи в особо крупном размере. За колючей проволокой подростку суждено было отсидеть 9 лет. Спустя полсрока тюремный студент и по совместительству кочегар Литвинцев решил назначить себя главным и стал издеваться над младшими осужденными. Литвинца, пользуясь авторитетом среди других осужденных АВК и физическим превосходством над ними с 1 сентября 2014 года по 31 октября 2014 года более точный период не установлен самостоятельно. Он назначил себя Бугром, то есть неформальным лидером, среди несовершеннолетних осужденных АВК и возложил на себя полномочия осуществлять наблюдение за надлежащим, по его мнению, поведением воспитанников колонии. Для воспитания подопечных Литвинцев использовал, что под руку попадет. Бил палками, стульями и ногами. Однажды в ход пошла гладильная доска. Воспитатель следил за тем, чтобы следы побоев не были заметны. Помогали ему два сокамерника. Под горячую руку осужденные могли попасть за любой проступок. Не отозвался на свист, плохо подмел пол или не так оделся. Несмотря на жестокие выходки своего подзащитного, адвокат попросила суд о снисходительности. Приговор послужит ему и вообще рассмотрение дела ему примером жизненным. И что он сделает правильные выводы. И я думаю, что он не совсем потерянный для общества человек. То есть все неоднозначно. И вместе с отрицательными вот такими моментами в его жизни есть и положительно. Вину свою подозреваемый признал полностью. И сказал, что раскаивается. Пообещал, что после отбытия наказания начнет нормальную жизнь. А пока к его сроку судья добавила еще 7 месяцев лишения свободы и полгода исправительных работ. Апелляционную жалобу его правозащитник, скорее всего, подавать не будет. Сейчас Литвинцев переведен во взрослое СИЗО. Далее по рекомендации органов следствия отправится в колонию общего режима. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.